Друзья, привет! Я хочу записать этот эфир в память о своей бабушке, в память о всех душах, которые покинули нас телом, но которые всегда живы в нашем сердце. Друзья, хочу рассказать маленькую предысторию, что сегодня, 19.04, ушла моя бабушка. Я готовилась к этому долго, потому что она последнее время болела, ей было очень непросто. Я максимально старалась себя настроить на то, что когда-то я ее потеряю. И я старалась ловить момент максимально, пребывая с ней, пребывая в духовной связи с ней. Для меня последний год был настолько красивым, потому что я начала с моей бабушкой сентября молиться. Мы каждый день созванивались и читали молитву. Дальше для меня было настоящим чудом, когда она в октябре или в ноябре позвонила мне и сказала, как ребенок счастливая, мечтающая. Юлия, я выучила молитву, отче наш. Я ее столько лет читала, но никак не могла выучить, они не запоминались у меня. А тут я села и выучила. И это было настоящим для меня чудом, настоящим восхищением и настоящей памятью, благодарностью от нее за то, что мы вместе. И благодарность от меня за то, что она столько лет обо мне заботилась, вела меня как очень мудрая, светлая женщина. Если говорить в пару слов, то это человек мира, это человек любви к людям, к семье, к своим детям, внукам. Каждый раз, когда к ней обращались люди, она душой старалась им помочь, переживанием, сопереживанием, любовью, заботой. В ней проявлялось настолько чисто материнское чутье, материнская поддержка, что казалось, что она является мамой для каждого. Также для меня. И в этом эфире я хочу затронуть тему мультик даже 17-го года, «Тайну Коко». Он меня очень впечатлил на прошлой неделе. И я хочу поделиться теми ощущениями, которые пришли ко мне, которые углубились в моем сердце. Передать это как загрузку для твоей души и твоего сердца. Если говорить в общем, то этот мультик о том, что одна мексиканская семья напрочь возненавидела, отказалась от музыки, потому что прапрабабушка главного героя, Мигеля, звали ее Эмельда. Звали ее Эмельда. Она очень любила прапрадедушку, Мигеля, и они растворялись в этой любви, в семье, в музыке. И дедушка однажды ушел от них, потому что очень захотел стать музыкантом, композитором. И не вернулся. И тогда Эмельда закрыла путь музыки, света в их дом и построила свой такой бизнес. И весь мультик о том, что Мигель настолько был восхищен музыкой, настолько светился, когда она проявлялась в его жизни, тайно играл на гитаре. Он учился по телевизору, как бы это странно ни звучало. Мигель восхищался одним композитором, который тоже уже ушел из жизни. Эрнесто де ла Крузом. Его любил весь мир, он был очень популярный. И Мигель, он смотрел, он повторял движения его руки, придавался этому потоку счастья, звучания. И он очень хотел проявиться, как музыкант, но вся семья была настолько против, что однажды в день памяти всех умерших всех предков. Мигель убежал из дома, потому что его близкие сломали его гитару, сказали, что он никогда больше не притронется к музыке. Когда он думал, что Эрнесто де ла Круз является его предком, он попросил у него благословения на звучание, на то, чтобы он проявился в этом мире, как музыкант, и чтобы эта сфера вернулась снова в их семью. И когда он попал в загробный мир, настолько меня вдохновили, в том плане, что весь наш род, наши предки, самые далекие, самые близкие, всегда видят нас, всегда с нами, и очень радуются, когда мы просто держим в нашем сердце память о них. И они могут прийти к нам, увидеть нас и могут жить в этом загробном мире, только когда мы вспоминаем о них светлой памяти, уставим им фотографию, либо зажигаем свечку, говорим о них и держим сознание благодарности и любовь к ним. А те герои, те предки, о которых не помнят, они со временем еще раз умирают, попадая в забытье, исчезают из мира памяти, из мира души. И Мигель в этом мире знакомится со своими предками, прапрабабушкой Мельдой, которая дает ему благословение на возврат, на возвращение к живым людям, только с учетом, что он больше никогда не притронется к музыке. Мигель настолько горит своим желанием, своим сердцем, что он отказывается и придумывает иной план. Он хочет встретить своего прадедушку, прапрадедушку, который бросил когда-то Эмельдо и попросить у него благословения на возвращение к обычной живой жизни и чтобы в этой жизни у него была музыка. И в пути он встречает одного очень интересного необычного персонажа Гектора, который пытается каждый год попасть в мир живых, увидеть своих детей, своих родных. Но ему путь закрыт, потому что о нем никто не помнит и никто не ставит ему фотография. И тогда Гектор хочет совершить сделку с Мигелем, говорит ему, что тот поможет найти Эрнеста де ла Крузе, прапрадедушка Мигеля, но Мигель тогда возьмет фотографию Гектора, забытого семя, и поставит в знак памяти о нем в мире живых. Что самое главное я хочу сказать, что в итоге оказалось, что нас истинным предком Мигели это Гектор, а не Эрнеста де ла Круз. И что в этой мультике была удивительная прекрасная песня «Не забывай, не забывай никогда о свете, о том, что я с тобой, хоть и может не надо уйти». И эта песня представляла от своего имени именно де ла Круз, и он стал популярный благодаря ей. Но казалось, что эта песня была Гектора, когда он еще жил. И когда-то Гектор ушел от своей семьи вместе с Делла Крузом, они выступали, у них могло бы быть прекрасное будущее, раскрытие своих талантов, но однажды Гектор решил, что хочет вернуться к своей семье, к Эмельде, к их дочери, которую звали Кокоа. И Делла Круз настолько испугался, испугался, что он не сможет проявиться, не сможет стать тем, кем он мечтает быть, и решил отравить Гектора и забрать все его композиции. И так интересно раскрывается вопрос популярности, как стать известным, даже богатым, что мы всегда можем стать этим, если дотронемся до сильной стороны себя, до тех световых качеств, которые мы можем передать. В какой-то степени Делла Круз был тоже талантлив, очень харизматичный, душа компании, если он хотел очаровать кого-то этому всегда давалось. но он не смог прийти к раскрытию этих своих сильных сторон самостоятельно, и он пришел к этому через страх, страх, что кто-то лучше его, и что он сам не справится, и поэтому его путь был создан, путь славы был проложен через страх, я еще раз повторю, и также через зависть Гектору, его искренностью, его песням, его композициям, и от этого он стал действительно несчастлив, что он всегда в итоге цеплялся даже уже в мире мертвых за эту славу, как за то, что его могут ценить, за то, что он важен жизни только благодаря этой славе, которая являлась неистинной. Он был очень одинок внутри и снаружи, потому что у него не было семьи, и Делакрузу ставили фотографии, его почитали в мире живых, только те люди, которые были очарованы его маской, его харизмой, за которые скрывалась очень очень тонкая натура, даже болящая натура, которая немного потерялась и выбрала такой вот путь. очень интересно затронуть тему, что когда мы приходим к чему-то, к любому шагу в нашей жизни, к любому проявлению, будь то работа, будь то общение с другим человеком, то у нас открывается новый горизонт, новая грань, новый алмазик в проявлении, и если мы не чувствуем связь с собой, именно со своим сердцем, которое знает, как идти, которое чувствует, если ему довериться и прокладывать дорогу к нему, то любые наши действия, они могут нас отдалять от себя, и проявляется даже безответственность в жизни к самой к себе, безответственность к миру, к доверию к миру, безответственность даже проявлялась у Дела Груза в том, что он не знал, как распоряжаться тем богатством, которое у него было, что ему даже было неинтересно, то, что он каждый год дарили, люди приносили из мира живых и дарили его поклонники в мире мертвых. У него был внутренний страх, что он никогда больше не сможет проложить такой путь самостоятельно, путь счастья, и держался за это как за что-то очень важное. Он не восхищался чьи-то заслугами никогда, и он не умел любить от этого, не умел видеть любовь вокруг, благодарить за то, что у него действительно было, а он получил очень много в мире мертвых и живых. безответственность проявляется его в том, что он чувствовал, что ему все можно. Можно там, где даже нельзя от имени совести и от имени души. Он не чувствовал, как проявляться как человек, что такое быть человеком. когда Мигель пришел к своему прапрадедушке, считая его истинным своим предком, то он так радовался на публике и на миг он подумал, что у него есть дети и что у него может быть любовь в сердце, раскрытие истинной памяти о нем. как просто что-то важное в его жизни, как семья. Но когда оказалось, что Мигель хочет вернуться, точнее, даже думает вернуться в мир живых и тем самым рассказать всю правду Долокрузе, что тот обманывал всех людей и что на самом деле Гектор является тем самым автором прекрасным чудесным человеком, который заботился о своей семье, для которого было важно любить и проявлять свою любовь для своей семьи. он Долокруз настолько испугался, настолько закрылся от этого желания сердца коснуться любви, хоть какой-то любви ближнего человека. И он бросил Мигеля в яму. Вот так вот. И еще очень интересно, что безответственность проявляется у него в каждом моменте. Даже каждый год он показывал концерт в мире мертвых вместе с Фридой Калой, но никогда не приходил на репетиции, считая, что ему и так это можно сделать, что он и так славный. В принципе, так и было. Его вот эта самодостаточность она передавалась людям и зажигала публику. Но также это важно отметить, что он не приходил на концерты, на репетиции, потому что он не настолько погружался в ценность того, что он делал. Ведь это было не его истинным, сокровенным чудом, которое родилось в нем, чудом его песни, чудом его музыки. Это было все такой маской, все было настолько закрыто. И да, Круссон не мог здесь ответственность за себя, потому что у него не было истинного смысла в том, что он делал. А делал он даже концерты те же самые, только из-за страха потерять хоть какой-то нить с миром. Вот так вот. И очень интересно, что когда мы подавлены, наше сердце, оно может пробудиться только в нашей вере и в добром слове от другого человека, в добром проявлении любви к нам самим, от другого человека или к самим себе. И Гектор столько лет не смог пройти в мир живых, но он оставался живой в мире мертвых, незабытым, потому что о нем помнила его чудесная дочь, которая звали Куко, и фильм этот мультик так и называется Тайна Куко, потому что именно Куко хранила тайну, любви к своему папе. Ее сердце настолько было привязано к отцу. И эта песня «Не забывай», которую отец посвятил своей дочери, всегда пробуждала сердце Куко о памяти, светлой памяти о ее папе, когда мама полностью закрыла двери для музыки, когда мама полностью закрылась от мира любви. Именно Куко помнила отца благодаря этой музыке и этой песне. В конце я ее добавлю, чтобы увидеть, сколько в ней тепла и доброты. И благодаря этой памяти пожилой пожилой уже женщины Куко, которая еще была жива, отец ее, Гектор, также жил в мире мертвых и также мечтал увидеться с дочерью. И я меня особенно затронула в этом мультике до глубины, что когда Гектор был вместе с Мигелем и у него уже общались как прапрадедушка и внук, правнук. И Мигель спросил, почему, почему ты не отвоевал эту песню, не забывай, не доказал всем, что это ты ее создал, ты являешься прародителем этой песни. Эта песня ведь твое сердце и твоя душа. Почему ты не пытался доказать, что она твоя и доказать то, что Делакрус вор? И Гектор сказал такие слова, что эта песня не для мира, эта песня для моей Коко. и все мои действия, если сейчас смотрю с глубины своей, они наполнены вот этим вот истиной и верой, когда я хочу дарить людям что-то очень красивое, сказочное. когда ты веришь и идешь по своему пути и знание, что я все делаю правильно и именно веру в моих близких, веру в эту любовь моей бабушке, которую она мне передавала, в ту веру в людей, которые в ней было заложено седство. Именно она меня и вела и ведет всегда. Поэтому я и хотела и хочу посвятить это видео моей бабушке, как то, что нас ведет в вере, является истинным всегда для нас. будь то человек, будь то искра, музыка, Бог, или что-то очень глубокое, что знает только наше сердце. Еще я хочу затронуть тему о светлой памяти, что насколько это прямо и просто можно помнить, что кому-то важно, например, пойти в церковь, кому-то важно погрузиться в медитацию о том же самом роде и просить его благословения, поддержки, помнить о нем, чтобы прикоснуться к нему, а можно еще проще, проще так, как хочет именно сердце. И в этом мультике меня очень впечатлило, насколько можно просто проявить и любовь, и уважение к своим предкам в одном слове благодарность, любовь и память. И в этот момент будто бы все сердце, оно поливается медом, оно в нектарах счастья, в нектарах любви. И я дарю тебе это ощущение, пусть оно коснется твоего сердца, как светлая память о всех людях и о душах твоих предков и о твоей душе. И меня очень тоже понравилась в этом мультике традиция. Традиция, как жизнь, проявление жизни, света, счастья, озарения о своих предках. А они ставили каждый год в Мексике эти персонажи, эти удивительные люди, ставили картинку, ставили свечку и помнили, приносили еду на кладбище, вспоминали всех своих родных. И они просто были всей семьей и были так счастливы, что есть у них предки, что они живы, что они люди, что я и ты человек. И пусть благодарность к твоим предкам, к моим предкам еще ярче засияет, как огонек веры, огонек раскрытия сказочности на земле в нашем обычном мире. Также когда мы чувствуем светлую память о наших предках или о людях, которые были в нашей жизни, светлая память о действиях, которые проявляли наши близкие, будь то друзья, родители, сестры, братья. И именно она является возможностью шире посмотреть на мир, выйти из своего ощущения, восприятия мира, расшириться настолько, чтобы увидеть, насколько мир бесконечный, насколько он принимающий, насколько он сбалансированный, как он хочет делиться с тобой и ждет, когда ты проявишься, когда ты зазвучишь своей любовью, своим счастьем. Тебя это настолько расширяет, что твои некоторые задачи, проблемы настолько становятся уже очищены, сияющими, что тебе так легко идти, так легко идти в рука об руку с этим миром. И там была очень красивая тема благословения, как источник огромной, огромной силы и света, потому что только вслушайтесь эти слова благо, славлять, благое слово передавать, и представляете, когда мы благословляем кого-то, мы благое слово передаем человеку, а если посмотреть глубже, то мы изменяем нашу жизнь, изменяем наше восприятие жизни, изменяем нашу реальность, создаем нашу реальность как творцы, только когда начинаем менять наши мысли, за мыслями идут слова, за словами следуют действия, а за словами уже приходит новая реальность, новые события, новые люди, и когда мы благословляем на кого-то, то мы передаем свет озарения, свет чистоты в наши мысли, в мысли окружающих людей, мы передаем свет, который подсвечивает людьму любую тьму, которая мешает нам в осуществлении каких-либо планов. Например, когда я была в школе, ходила к прекрасному педагогу к Весе Георгиевне навестить ее, у меня сожглась огромная идея, смысл писать, передавать какую-то сказку, книгу, рассказы. И для меня она человек очень глубокого чувствования языка, своей профессии, и я попросила у нее благословения на то, чтобы у меня раскрывалось слово в письменном, в устном виде, через поток, через любовь. И она сказала, что не знает, может ли давать благословение, но она мне от всего сердца это желает. И для меня это было реально благословением, потому что на следующий день я сидела, записывала какие-то свои пометки, делала. И ко мне начала приходить первая сказка, сказка о фее и ангеле. Потом другие начали просто встраиваться в меня, и самое главное, что в этих сказках столько было света, я прям чувствовала, как провожу какую-то чистоту, какой-то поток любви, радости. И потом это начинает распаковываться, и у людей, некоторые слушали это, и у меня очень мощно распаковываться, как какой-то дар, как будто бы попал на сеанс к психологу, и тебе потом хорошо становится, порядок создается. Так и происходит загрузка сказки, божественные сказки, которые исцеляют настолько нежно и мягко, что ты просто выходишь на этот путь своей истины, глубокого чувствования себя, и пространство тебе дарит столько возможностей, столько открытий внутренних проживаний. И я от всего сердца благодарю тех, кто меня благословляет на моем пути, и я вам передаю свое благословение на раскрытие своего пути, на раскрытие дороги к самим себе, на благословение на все то, что вам сейчас необходимо и особенно важно, важно в ваших смыслах, важно в вашей жизни, благословляя вас от сердца. И ангела благословляет, и Бог благословляет. И мне очень тоже впечатлило, как в этом мультике тайна коко, а Мигель мог получить благословение от бабушки и прапрабабушки, и он благодаря ему мог вернуться обратно в мир живых, что вот это благословение, единственное слово, сказанное от сердца, может изменить всю весь наш порядок, именно нашего ума, эго, изменить нашу жизнь, просто дать лучик свободы, лучик благости и счастья, который тебя проведет туда, куда тебе надо, и куда лучше для твоей души и сердца. И как это просто сказать, благословляю. Следующая тема это семья. Семья как возможность понять себя и научиться человечности. У меня последние несколько месяцев постоянно пробуждается слово поток, человечность, человек, традиция, команда. Семья это такая потрясающая команда, которая помогает тебе контактировать с самим собой, помогает и дает тебе возможность ощутить свой истинный путь, помогает тебе в совершении чудес. Семья она не учит, она просто дарит тебе ситуации, благодаря которым ты начинаешь видеть, видеть реальность, видеть окружение, видеть себя, если ты этого желаешь. И благодаря семье которая передает тебе огромную возможность на эти чудеса, ты можешь действовать, ты можешь создать еще более глубокую любовь в своем мире, в своей сказке, в своих действиях и свершениях, почувствовать себя еще глубже, что я человек, и у меня есть такая потрясающая команда, моя родная команда, моя любимая и любящая команда. И когда я была на одном кругу вместе с прекрасными мастерами, одна женщина поделилась, что любой отказ, который мы принимаем в душе с благодарностью, а не обидой, может развернуться прекрасной сказкой. Например, если нам даже страшно попросить что-то, потому что нам откажут, то этот отказ это настоящее чудо, если мы в сердце прочувствуем спасибо, что ты отказала, спасибо, что я дала тебе возможность проявить свой отказ, проявить тебя, и после этой благодарности действительно раскрывается сказка. Вспомните любую сказку. Всегда она начинается с того, что у персонажа не все гладко в его жизни, и ему отказывают, отказывают может быть в той любви, которую он хочет сначала, отказывают в том, чего он желает, и эти персонажи, они настолько открыты к миру, настолько хотят прочувствовать любовь, что всегда у них в итоге раскрывается настоящая сказка, и так же может быть и в нашей жизни. И так же было и в жизни ситуации у Мигеля, когда его семья отказала ему в том, чтобы он выступил, проявил себя как музыкант, он на горящую голову с горящим сердцем убежал из семьи и захотел довериться тому, что он сможет стать музыканту, довериться своему желанию, своему намерению. И в итоге этот отказ сначала не был принят у него в душе, но именно в раскрытии этой сказки, когда она начала проявляться у него, когда он попал в мир духов, он принял это благословение, эту любовь к отказу к отказу его семьи, кем он хотел быть. Благодаря этому отказу он смог соединить снова Гектора и его сокровенную любовь всей жизни прапрабабушка Мигеля. И благодаря этому отказу Мигель смог восстановить баланс воспоминания памяти о своем отце и его дочь снова смогла вспомнить отца, принять отца, точнее даже не принять, она его всегда принимала, помнила, а именно возможность проявить свою любовь к отцу. Вот так вот благодарите за любой отказ с душой, принимайте любой отказ, благодарите за любую возможность или принятие. Добрый путь, друзья, большое вам спасибо за внимание, в добрый путь каждой светлой душе, и в добрый путь я посылаю свою любовь, свою радость, моей бабушке. Когда я сегодня утром проснулась, это было в 4 утра, у меня была такая легкость, такая радость, а потом я снова заснула и проснулась уже позже, и у меня пришла первая мысль, а что если бы моя бабушка умерла, не знаю, почему она пришла, но все не случайно, и ко мне пришла такая красивая картинка, будто бы розовые, розовые, пушистые облака, аквата, и в ней между ними летит счастливая, счастливая душа моей бабушки, и когда я вышла, получается, из комнаты, папа меня обнял крепко и сказал, что бабушка ушла, и сначала я думаю, почему слез нет, почему нет такого желания рыдать и чувствовать уныние, вместо этого я чувствовала такое счастье, такое счастье, что этот светлый человек в моей душе и в моей жизни обрел свободу, обрел снова возможность резвиться, летать и проживать дальнейший свой путь, благодарю тебя милая моя и добрый путь, добрый путь, добрый путь, большое вам спасибо за внимание и доброго вам быть в этом мире и в этой потрясающей глубочайшей жизни. Знаешь, я написал для нее песню, и мы ее частенько пели на ночь перед сном, даже когда мы были в разлуке, вот бы спеть ей в последний разок, самый последний раз. не забывай, просто должен я идти, не забывай, не плачь и не грусти, пускай в далеком я краю, любимая моя, ты знай, что песни я пою лишь только для тебя, не забывай, не уйти нам от судьбы, не забывай, и будем снова вместе мы. Помни, что своей любви я не скажу прощай, пока я не вернусь к тебе не забывай. ,